Друзья, всем привет! Вы на канале Георгиев Трэвелл. И в этом видео мы расскажем об отеле Уэзи Роспиталити 4 звезды, который наносил Угдисианшу. Что, друзья, как вам новые виды? В этом видео мы расскажем об отеле Уэзи Роспиталити 4 звезды, который находится в бухте Сианшуй. Это популярный отель, очень выгодный по цене. Много туристов из России сейчас сюда приезжает. Но в интернете абсолютно нет никаких отзывов, описаний и всего остального. Поэтому я приехал ими специально для вас, чтобы снять этот видео обзор. Смотрите, будет интересно, будет много новых фишек в наших видео, поэтому смотрите это видео, пожалуйста, до конца. Смотрим. Сейчас идем в сам отель, смотрим номера, смотрим территорию, бассейн и все остальное. В конце, как обычно, я сделаю резюме по отелю, и вы сможете сделать свой правильный выбор. Здесь ресепшн, здесь создают номера, ключи, как обычно, да, это большое такое просторное лобби. Хочу отметить, что здесь все новое, то есть новый ремонт, новые мебели, чисто, обрядно и аккуратно. Это очень и очень сильно привлекает. Вот как раз сейчас мы договариваемся на номера, чтобы нам показали все категории номеров. Сейчас мы возьмем карточки и пойдем смотреть. Друзья, в лобби отеля здесь также продают фрукты. Смотрите, есть любые манго, кокосы, ананасы и так далее. Цены здесь указаны за полкилограмма. 12 юаней, 6 юаней, 15 юаней, ананасы и 8 юаней. Все указано за полкилограмма. Цены примерно такие же, как в супермаркете. Поэтому смотрите, здесь единственное еще, что есть плюс, они могут вам их порезать, сложить с собой аккуратно в баночку. Вы можете пойти на пляж, спокойно там их есть, не занимаясь очисткой этих фруктов. Это очень удобно, хоть чуть-чуть и дороже. Так что рекомендую сюда заходить. Видите, как классно даже по всей территории играет такая лаунж-музыка. Очень круто, идешь, отдыхаешь, особенно вечером и днем тоже классно. Вот смотрите, вот так вот выглядит территория. Я вам сверху уже сейчас все супер показал. Вот такая карта у нее. То есть смотрите, он состоит из нескольких корпусов. То есть вот здесь у нас лобби начинается, где здание один. Ну и дальше пошли корпуса. В каждом корпусе есть свои особенности. Есть медицинский центр, есть детские игровые комнаты, клубы и так далее. То есть здесь у нас есть бассейны для взрослых, детей и так далее. Это все подробно мы еще с вами посмотрим и поглядим. Поэтому, а сейчас нам уже подготовили номера. Идем смотреть номера. Один из номеров с видом будет на бассейн. Это сьют, поэтому смотрим, заходим. Вот так он расположен. Здесь сразу раковина открыта. Интересно, да, сделано? Часто в Китае так бывает. Душевая кабина, туалет. Соответственно, идем дальше. То есть здесь у нас располагается гостиная. Здесь вот есть диван. Небольшая кухня, кухонная зана. Здесь есть чайник, все принадлежности. Соответственно, есть холодильник. Вот. Все чистое, новое. Так что опрятное. Все работает. Вода, чай, кофе всегда предоставлены вам. Естественно, здесь есть балкон. Свой собственный. С видом на бассейн, как я говорил. Вот. Вы уже видели, да, виды сверху. Вот так здесь представлена территория. Здесь, соответственно, на балконе вы можете спокойно отдохнуть, вечером посидеть. Также здесь есть сушилка для белья, если кому необходимо. Спокойно можно посушить мокрые вещи после пляжа. Вот. То есть все чистое, новое. Посмотрите, да. То есть нет ничего ободранного, затертого. Новый отель, свежий. Итак, здесь у нас первая спальня. Очень просторная. Большая кровать. Все чистенькое белье. Телевизор также во всех комнатах. Вот здесь представлен. Только в зале, но и в спальне. Вот. Шкаф гардеробный, да. И, соответственно, идем в вторая спальня у нас есть. Более меньшая. Я так понимаю, вот у нас сейчас мы, кстати, тоже проживаем в таком номере. В точно таком же сьюте мы сейчас проживаем. Соответственно, здесь мы встречаемся всей семьей вечером. Например, так вы, да, сюда придите заселить, если будете всей семьей отдыхать. Кто хочет туда размещается. Одна спальня, вторая спальня, да. Балкон классный, диван. Сейчас я вам покажу номер дабл. То есть на двоих не сьют. Обычный стандартный номер. В нем может быть располагаться одна большая кровать или две раздельные кровати. Смотрим. Ну, соответственно, здесь также на входе есть гардеробная. Туалет, ванна классический, да. Практически открытая часть. Вот. Но если обратить внимание, здесь зеркало сделано, да. И оно не полностью открыто. Вот, непредственно, две кровати. То есть, или бывает здесь одна большая. Здесь также располагается зона, так скажем, кухни. Чайник, кофе. Все это есть. Также имеется в номере холодильник. Вид на бассейн. И здесь есть мини-кухня. Она на балконе сделана. Вот такой стандартный номер в отеле Руизи Хоспиталити. Также сушилка. Также здесь столик приставлен. Так что все удобно. Очень комфортно, считаю, размещение вполне достойное. Заметьте, кровати здесь широкие. Поэтому, если вы едете с детьми, допустим, двое взрослых, двое детей, вы, в принципе, можете, если у вас дети небольшие, разместите их на одной кровати, сами на другой. Поэтому, в принципе, это очень часто в Китае так и есть. Без предоставления дополнительной кровати. Ну что, друзья, вот мы и посмотрели с вами номера в этом отеле. И осталась еще одна фишечка. Здесь есть медицинский центр. Находится он на шестом этаже. Поэтому мы их прямо сейчас обойдем, посмотрим, спросим, какие они оказывают услуги, сколько они стоят. Идем. Ну вот, мы подошли уже к номеру 9620. Сильно громко говорить не буду, потому что здесь уже идут процедуры. Поэтому сейчас мы все вместе с вами посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что есть за медицинский центр. Мы для блога, для видео записываем. Я зашел в медицинский центр ЮКАН, который находится в Ройзи Хоспиталити отеле. Это, на самом деле, небольшой медицинский центр. Здесь он расположен в двух номерах. В одном ведется прием, запись, консультация. В другом проводятся уже непосредственно медицинские услуги. Прайс я сейчас покажу. Ну, так вкратце скажу, что есть. Здесь есть диагностика по пульсу. Есть лечебный массаж. Есть банки с кровью. Аромамассаж. Есть лифтинг лица. Так, что у нас еще? Массаж стоп есть. Скобление гуаша с травяной мазью. Прогревание магнитной лампой. И так далее. Цены все будут указаны сейчас в видео. Поэтому смотрите. Если хотите, сюда обращайтесь. Пожалуйста. Наверное, это удобно. Никуда не ездить. Зайти на 6-й этаж отеля. И сделать медицинские процедуры. Идем дальше. Корпуса, в принципе, можно все пройти вот так вот по прямой. Они все сделаны сплошным коридором. В каждом корпусе есть разделение, конечно. Есть лифтовые полы. И вот, если вам необходимо что-то постирать, пожалуйста. На втором этаже во втором корпусе стоят стиральные машины. Ну вот, наступило время обеда. И мы, естественно, пойдем на обед. Куда? Мы сейчас выйдем из отеля. Пойдем направо. Здесь как раз много кафе, ресторанов. А сейчас мы вам все покажем. Пойдемте вместе с нами. Мы вышли из отеля, сразу выходим направо. Здесь две есть дорожки. Здесь есть китайские кафе. А вот слева там даже русские кафе есть. И вот сразу через дорогу даже есть точка по продаже овощей и фруктов. Здесь мы начинаем на первое кафе. Вот в непосредственной близости находится наш отель. Буквально одна минута ходьбы здесь находится вот это кафе. Забы. Это наш обед? Иду, иду, иду. Ну вот смотрите, друзья, давайте пробежимся. Вот салаты, холодные закуски 20-25 юаней. Овощной салат с курицей 35. Суп лапша 28, борщ 28. Что-то более европейское, то есть не русское. Стейк из говядины с картошкой 68 юаней. Объемная из курса 45. Ну, как говорил, средний чек 500 рублей плюс напиток еще. Вот 500 рублей он точно выходит. Решили заказать всего-ку-немножку. Вот дети супа захотели, я рис возьму. Что еще? Салатик возьмем. Не сильно, конечно, голодный, но что-нибудь возьмем, закажем. И сейчас, конечно, все снимем вам. И чек тоже выдадим. Нам уже принесли наш рис с курицом. Принесли нам еще салат, у нас еще борщ. В принципе, все съедобно, но, как я говорил, мне кажется, это можно купить гораздо дешевле. Ну вот мы поели, у нас получилось 73 юаней. Кстати, недавно мы здесь были в кафешке, она совсем рядом, через грубо одну. Там было практически всего в два раза дешевле. Поэтому немножко пройдитесь, прогуляйтесь, не заходите в самую первую, наверное, кафе. И вы сэкономите практически две цены. Всем привет! Давно не виделись. Мы снова всей семьей отдыхаем на Хайнане. И сейчас мы продолжаем осмотр отеля Ройзи Хоспиталити. Мы с вами посмотрим детские бассейны, игровые комнаты и фитнес-зал. Пойдемте. Пойдемте. Если вы даже на отдыхе любите поддерживать себя в П dispar Geese кign resini, то, здесь, это не осуществует вам особо по Purdach. Справа от нас находится бассейн и мы сейчас и пойдем в детский игровой клуб. Он работает с 12 до 8. Пойдемте. Согласись, детская комната в отеле – это просто кайф. Можно хоть немножко передохнуть, особенно когда вы с детьми. Пойдемте с вами снимем бухту утром. Сейчас посмотрите. Как я вам обещал, мы встречаем рассвет. После того, как я вам показал пляж, мы зайдем в магазин. Как раз он сейчас уже открыт. Вместе зайдем в этот магазин, посмотрим, что здесь можно выбрать, купить взрослым и, соответственно, детям. Давайте сделаю кратко обзор магазина. Здесь, скажем, есть в основном какая-то снековая продукция, есть какие-то элементарные бытовые вещи, но здесь нет как таковой готовой еды. Поэтому, если вы думаете, что это как у нас в магазине, в пятерочке можно купить все готово, то здесь совершенно не так. Здесь продаются какие-то соусы, здесь также продаются палочки, повседневные какие-то вещи бытовые. Естественно, здесь продаются в виде роллтон лапши, вот видите, зубные щетки, шампунь есть, пиво, ну вот, как говорил, всякая снековая продукция. Булочки, печенье, чипсы. В общем, алкоголь, естественно, есть. Магазин такой, скажем, это стандартный, наверное, магазин во всем Китае, во всем Хайнане. В таких-то магазинчиков обычно такой же ассортимент везде присутствуют. Дуе бы вы не были. Вот сейчас, как мы находимся в Бути Сяншуй. Вот здесь, видите, купальные принадлежности туристов, все обычно сделано, образует какая-то легкая одежда. Вот здесь можно посмотреть кофе, кокосовое молоко, кстати, очень рекомендую, вот порошки, кокосовое молоко, очень вкусно с чаем или с кофе добавлять. Если будете потом возвращаться домой, обязательно захватите какую-нибудь баночку или на сувениры для себя. Ну и давайте посмотрим, что мы обычно покупаем в этом магазине для себя, для детей. Кстати, здесь есть фрукты, они, как правило, я говорил, дешевле, чем на других лапках, но их здесь не режут, а просто их купили по весу и пошли. Да, не забывайте, что вес полкилограмма, цена стоит за полкилограмма. Вот, это номер один то, что мы покупаем, это мороженое. Мороженое, конечно, все хотят. Здесь тоже смотрите внимательно, можно, в принципе, по упаковке определить. Есть прям мороженое, да, а есть, например, лед. То есть, да, то есть, смотрите, возьмите мороженое, есть, в принципе, известные какие-то марки, да, производители. Поэтому, я думаю, проблема выбор этого не составит. Кстати, забавное мороженое, очень маленькое, здесь 10 штук мороженое. Интересная упаковка, так что вот мы такую берем. Что еще мы классически изберем? Мы берем вот такой чай. Очень его тоже рекомендую. Вот такой чай мне очень нравится. Он очень вкусный, с мотками меда. Так что его тоже берем, он недорогой, он очень вкусный. Вот, что еще мы берем? Мы еще частенько берем печенье и булочки. Мы на рядах проходили, ну, иногда фрукты. Наверное, собственно, все. Мы снова вернулись в Раизе после прогулки. Сейчас мы пойдем сходим на ужин, который здесь представляет шведский стол по 68 юаней с 6 до 21 вечера. Поэтому мы сейчас пойдем, посмотрим, что там есть поесть. Возможно, уже 10 минут седьмого, и наши российские туристы уже все съели. Сейчас мы как раз это и проверим. Все-таки мы решили попробовать вывести шведский стол. Дети до 120 сантиметров или до 5 лет, они идут бесплатно. Поэтому пойдемте посмотрим. Итак, это стоит, но по их получается 140 юаней чуть меньше. Все, берем сдачу, пошли. Кважан, жареный с чеснобой. Ну вот, мы все наконец собрали себе и теперь уже прикупили киеве. Набрали все, что угодно. Кто-то есть арбузы, кто-то кукурузу. Рыба, кстати, вкусная. Кто-то рыбку, кто-то креветки. Сейчас попробуем, все скажем. Ну что, приступаем к трапезе. Вечерком, конечно, можете взять джинтау. Проштучись на ногу, поехали. Вкусно-то. Ну, в целом, как бы нормально. Единственное, что нужно будет ждать, когда он приготовит, когда все принесут. Потому что тарелки очень быстро опустевают, особенно с морепродуктами. И многие, конечно, ждут морепродуктов. Вот так. Морепродукты жарят специально при вас. Поэтому тоже некая небольшая очередь. В принципе, я думаю, это тушин того стоит. Но единственное, приходите к самому началу сюда и запаситесь как бы терпением, потому что придется подождать, пока какое-то блюдо для вас приготовят. Но остальное, все, что готово, рис или фасоль и так далее, оно все, конечно, уже сразу готово, можно есть. Вот. Так что смотрите. Рядом, как альтернатива, есть, конечно, и кафе. Ну, в принципе, по цене выходит то же самое. Крамы были в кафе. Поэтому смотрите, выбирайте, как вам лучше. Ну, вот, дорогие друзья, мы прожили несколько дней в этом отеле Ruizy Hospitality. Сейчас мы находимся на внутренней территории. И, как обычно, резюмируя по отелю, расскажу вот вам, что. Отель очень хорошо подходит для семейного отдыха. Очень богатая инфраструктура, внутренние отели. Отличные здесь завтраки проходят. Есть игровой клуб. Несколько видов бассейнов. Есть детские бассейны, взрослые бассейны. Работают они до десяти вечера. Это очень удобно для отдыха с семьей и с детьми. Опять же, есть релакс-зона на территории. Все отели оснащены балконом. Есть сьюты. Есть двухместные номера. Есть на троих человек. Во всех номерах есть кухня. Поэтому, как я говорю, очень хорошее и удачное размещение. Очень рекомендую этот отель для семейного отдыха. Что касается пляжа и моря. Отсюда идти, я уже стекал, покажу, наверное, в этом видео, идти до пляжа не более десяти минут. Очень легким шагом. Проходя мимо пляжа, у вас встретится небольшая аквазона, где есть детское развлечение, детские горки и так далее. Дальше вы выходите на пляж. Шезлонги предоставляются на пляже бесплатно. Береговая линия пляжа очень большая. Поэтому спокойно можно разместиться всем. Никакой толпы здесь создавать не нужно. По поводу волн. Это очень частый вопрос был у многих туристов, что здесь огромная волна. Да, действительно, здесь есть волны, но они по-разному бывают. То есть, какие-то дни они более большие, какие-то дни они более маленькие. Волны есть на всем Хайнане. Поэтому здесь уж совсем без волн никак не обойтись. Они, конечно, чуть меньше в бухте Дадунха или в бухте Йолонбэй. Но, тем не менее, волны практически присутствуют везде. Для купания, в общем, они подходят. За редким исключением, когда бывает ветреная погода сильно и волны достаточно большие. Но, опять же, здесь очень пологий вход. И вы спокойно можете вдоль берега купаться. Нет проблем. Особенно для детей. Вот вообще ничем не напрягает. Они бегают вдоль береговой линии, играют, что-то копают там. И всем достаточно интересно. Если вы хотите, конечно, просто полежать в воде и отдохнуть, наверное, этого здесь не получится. Здесь вам придется немножко отпуть от берега, где волна меньше. И ты, соответственно, там уже плаваешь. Вот. Так что мне этот отель очень понравился. Я скажу его в сравнении. Мы как-то посещали отель Four Points by Sheraton, который находится в Ванин. Этот отель его сильно выигрывает чем? То, что он находится все-таки в тропической части. И здесь можно отдыхать и в зимнее время периоды. Сейчас у нас на улице ноябрь месяц. Но здесь очень тепло и комфортно. Мы когда прилетели, здесь в 20-х числах ноября. Погода стоит 31, море 28. Очень теплое. Поэтому и дальше здесь погода будет гораздо теплее, чем более северные части. Например, как Ванин. Да. Опять же, что касается инфраструктуры. Здесь есть все рядом. Сразу здесь на центральном выходе, вы выходите налево, есть супермаркет. А направо выходите, есть сразу несколько кафе, в которых мы уже во всех поужинали. Дальше, если пройдете, будут еще супермаркеты, будет куча фруктов, будет много кафе. Так что здесь много кафе, в округе инфраструктура здесь есть. Если вам захочется какого-то городского отдыха и вам надоест вот такой простой более уединенный отдых, пожалуйста, возле отеля останавливается 51 автобус. Садитесь на него, доезжайте до города Леншуй. И там все, мегаполис полноценный. Торговые центры, магазины, любые кафе, рестораны и так далее. Поэтому никакой проблемы нет. Цена до туда 5 юаней. Дети едут бесплатно, если на автобусе. И 50 юаней в одну сторону на такси. Тоже проблемы добраться с этим нет. Поэтому, что могу сказать. Приезжайте в этот отель, бронируйте его. Он всегда, у нас есть предложение. Всегда готовы сделать самые лучшие условия. Всегда проконсультируем, расскажем. Вы нас уже знаете. Мы подберем четко тур для вас. Именно то место отдыха, тот отель, который вам идеально подойдет. Поэтому оставляйте заявки ниже под видео. Там будет ссылка на мой прямой WhatsApp. А также оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте в курсе событий. С вами был Павел Георгиев. Компания Георгиев Travel. Увидимся в следующих видео. Смотрите наше следующее видео. В нем мы покажем отель Аркадия 5 звезд. И мы поедем выдвигаемся дальше. Будем снимать дальнейшие бухты. Бухты Хайденбей. Бухты Ялунбей. Бухты Дудунхай. И Саньябей. Субтитры сделал DimaTorzok